всем большой привет не секрет что за последнее время я купила немало декоративной косметики у меня появилось много новинок но как человек верный своему слову я косметичку месяца не меняла и продолжала использовать то что отобрала на сентябрь месяц но попробовать конечно хочется новинки кое-что я потестировала но все-таки пользовалась косметичкой и решила чуть-чуть пораньше собрать косметичку я сказал сентября конечно же октября собрала косметичку уже на ноябрь и спешу с вами поделиться хочу пробовать новинки и поменять уже косметику давайте смотреть что я отобрала в этом месяце начну с тональных средств даже если еще точнее то с базы базу я поменяла прошлый раз у меня была база от нью от иван но пользовалась я ей не часто так как в использовании у меня был мусс я его чуть позднее покажу вот он не просил под себя базу и в этот раз я взяла базу от марк она вот такая интересная огромная панорамная вот видно тут зеркало и вот такая в розовом цвете база вот так она смотрится вы знаете я ее когда тестировала нам не не очень удобно в нанесении потому что вот наносите какое-то количество нужно опять брать следующую дозу опять разносить на лицо снова набирать и вот вот это вот как-то не то чтобы выдавила и воспользовалась но вот это вот не очень удобно поэтому у меня вопрос девочки кто пользуется именно такой базой от марк вот такое тут описание этого средства напишите вам тоже приходится вот таким методом наносить на кожу она ложится вы знаете вот достаточно приятно но нет такой вот гладкости силиконовая что прямо вот рука как бы плавает попробую я и уже пользовалась свое время но как-то вот до конца еще не поняла но и тональные средства которые я буду использовать в этом месяце с прошлого оставила вот этот мусс от люкс и вон вот в таком в общем тут натурал как называется на вечерах гламур до вечера гламур кажется просто все светится уж боюсь переворачивать в прошлом месяце я ее так хорошо активно использовала мне она очень понравилась было время летом не подошло было зимой что не подошло как-то вот сухость и шелушинки подчеркиваю потому что зимой у меня кожа сохнет и не хорошо ложилась а вот сейчас соседний период пока нет холодов вы знаете здорово вот так вот активно она идет единственная под нее мне база была не нужна пользовалась вот таким спонжем вот он сейчас влажненьким так у подсушенный вот так я его прямо подцепляю набираю и сейчас покажу как и вот так распределяю по лицу и вы знаете ложится ровно хорошо нигде не скатывается не забивается и очень ровное такое легкое покрытие и на этот мусс не требуется даже пудра вот вообще настолько подружилась я оставляю в этом месяце думаю пока она у меня не закончится так я ее буду использовать но почему я взяла базу и сейчас дальнейшем покажу пудру потому что вдруг у меня этот мусс закончится или он мне под надоест месяц все-таки 30 дней я взяла тональное средство от тианде вот так она называется по-моему он у них тональный крем для лица вот в этом вот в одном оттенке тут зеркалит крышка тоже она мне очень понравилось в свое время я его ждут по выковыривала хорошо также спонжем использую давайте покажу уже на этой руке и распределяется тоже легко но тут уже кремовая текстура не муссовая поэтому вот она просится чтобы ее немножечко припудривать а так вот он с таким увлажняющим эффектом это не матирующие тональное средство видно что подсвечивает кожу ложится тоже прям очень хорошо и распределяется хорошо и на коже ведет себя прекрасно без проблем нравится буду в этом месяце пользоваться как муссом от эйвом так и от тианде вот этой тональной основой пудру я в этом месяце заменила выбрала мою от буржуа так оттенок тут 2 она но видно тогда сыпучая такая и вот в таком оттенке оттенок как-то называется роза 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 как то так розы розы и хорошо она подстраивается большой кистью я набираю покрышки что насыпается на крышку собираю и распределяю по лицу надо бы ее уже добивать потому что именно вот в этом средстве у меня срок годности уже просит конечно чтобы использовать а зачем я сюда складывать давайте я такие баночки кругленькие где-нибудь мы тут с вами наставим далее чем мы будем украшать и тонировать подсвечивать мое лицо но конечно мои долгожданные желанные два средства от эстрады я не стала брать пудру от эстрады потому что у меня есть пудры которые ну вот как это буржуа требует уже добивания скульптор скульптор у меня в оттенке 201 вот так вот он выглядит сначала он пугающий темным кажется но на самом деле он дает очень приятную тень на лице никогда я ни разу не слышала чтобы этот скульптор кто-то поругал вообще отличные буду с огромным удовольствием в этом месяце его использовать и в 310 оттенке иллюминаизер так ну хайлайтер там можно назвать золотое сияние кажется так он называется у них есть розовое сияние золотое сияние ну я подумываю что розовое наверное мне тоже будет нужно но пока у меня золотое вот так она выглядит и вот так она красиво красиво светится очень красиво поэтому буду использовать с огромнейшим удовольствием дальше румяна румяна я выбрала одни от тяндэ и одни от фаберлик если от тяндэ румяна можно переборщить то от фаберлик вы их полностью весь рефил перенесите на лицо и не переборщить настолько они деликатные опять же пока нет мороза на улице можно ими воспользоваться не знаю видно ли вам свечение сияние развину какую-то мне очень загорелая рука вот на самом деле оттенок есть не знаю как вам видно или нет но оттенок есть этот фаберлик когда мне нужно прямо совсем легкий легкий делать румянец и от тяндэ в номере три по моему я тут не вижу так видно вам что-нибудь вот это что ли название ну видимо да а нет вот здесь кажется а может и нет не вижу я вот так она выглядит давайте вот здесь видите можно переборщить а можно сделать очень красивый такой румянец мне они нравятся эти румяна они такие немножко для смуглой кожи как бы белокожим может быть они будут ярко смотреться вот когда смуглая кожа то неплохо мне они очень нравятся и я их кстати часто в косметичке месяца беру пропустила я не показала еще консилер у меня от арт визаж 102 оттенки немножко он мне был светловат летом поэтому я им не пользовалась а сейчас уже лицо не такое загорелая рука по загорелей и он уже стал хорошо эту попыталась на венку сильно прямо уж вау не перекроет но достаточно хорошее у него плотное нанесение и на под глазками ведет себя хорошо его не видно а проблемы он частично скрывает под глазками для бровей продолжаю использовать не заканчивающийся от эйвон это вот двушка это очень плотные тени воск давно закончился я им и не пользуюсь а эти тени но если вы следите за углублением то даже в форме сердечка получилось то они у меня все-таки потихонечку уходят ну и также для бровей я использую от арт визаж вот этот гель прозрачный единственное что он скоро будет пачкаться потому что я начала опять забывать бывает что я до тонального средства брови обрабатываю этим гелем а бывает забываю уже после тонального средства и тогда уже щеточка пачкается начинаешь ее в этот гель обратно опускать и и становится мутным и показывать его не очень хочется далее оставляю уже третий месяц подряд в артикуле 61 49 вам не буду показывать артикул тут все блестит от faberlic вот эту мою любимую подру сверкалочку прямо не могу я с ней расстаться она очень очень красивая делает лицо саму кожу не все время говорят что я хорошо выгляжу свеженько она действительно освежает она как будто подсвечивает изнутри кожу лица у меня лицо сейчас на данный момент смугловатая благодаря загару и у меня свой желтоватый подтон поэтому для меня это пудра просто идеально нравится прямо очень дальше ну что ж кажется мы подошли к теням и помадам но я взяла в этом месяце правда и карандаши некоторые карандаши я стала выделять чтобы их ну как-то тоже добивать потихонечку обращать на них внимание а то бывает так что карандаши то у меня не тронутые лежат ну давайте сначала тени а потом уже карандаши ну и помады напоследок а ну будут еще туши но туши с прошлого месяца не изменились я скорее по-быстрому покажу в этом месяце я решила воспользоваться снова вот этой вот репликой от naked сразу отвечу на вопрос не боюсь ли я использовать реплики не боюсь у меня и больше двух лет прекрасные тени они мне нравятся и никогда ними они подводили китайцы молодцы они умеют делать так же хорошо как и оригинал но может быть они в чем-то и не так делают но вы качество хорошие кисть у нее хороший вот это растушевочная вот это достаточно плотная набитая для теней прямо отличная кисть нравится ну и тени вот такие красивые вот этот оттенок я очень люблю просто него такой сиреневый красивый свет есть матовый вот такой и матовый светлый остальные сатиновые вот черный он такой немножко как уголек я им пользуюсь крайне редко пользуюсь но вот как бы чуть-чуть контур ресничного края вот так тени чтобы сами реснички как бы давали тень прямо совсем чуть-чуть его и все давайте я сделаю сводчи но наверное не все цвета а так выборочно а может разойдусь все сделал посмотрите какой цвет красивый вот это вот мой любимый вообще сиреневые все сиреневые оттенки я стала так любить они мне сейчас очень идут такой красивый вот так вот они смотрятся но отличная палетка конечно она была не не больно дешевая я не помню уже сколько стоит ссылку тоже не дам потому что как я сказал больше двух лет она у меня живет так я матовые пропущу а вот такие сатиновые покажу мне кажется это самые осенние цвета вот так вот это тоже интересный очень цвет он как бы сиреневый а вот этот фиолетовый уходит они между собой очень красиво работают наверное было бы не честно до матовые то пропустить до эти оба матовых покажу они почти не набираются поэтому я их хотела избежать вот так они выглядят вот видите то есть ничего поэтому я ими в принципе не пользуюсь они не замылены ничего вот просто такие такой цвет но все остальное все что сатиновая все это красивая но угольная не буду пачкаться не хочется так этому сюда еще раз покажу ну реально красиво так теперь новинка вот это спорный настолько спорная оказалась палетка essence одни говорят что это вау тени другие так себе третьи говорят что это вообще не тени они до разумения сводчи смотрится красиво на глазах ни разу не пробовала поэтому мне очень интересно их потестировать тоже с этой стороны зеркало я его сейчас спрячу давайте покажу какая кисточка с этой стран так с этой спонж ну и цвета вот такие цвета вот этот мне очень понравился цвет но я его еще не пробовала сейчас мы с вами вместе посмотрим оттенки тут уже такие знаете спокойные если вот первая палетка она яркая такая очень яркая то тут спокойные оттенки их если слишком много набирать будет конечно перебор и они будут сыпаться как я понимаю сейчас посмотрим так и три последних они уже более яркие вот так сказать что тени не видно я бы не сказала их видно это скорее такой спокойный дневной макияж можно сделать но как они будут работать на глазах я посмотрю я покажу сейчас что я буду использовать как базу с прошлого месяца я свою аля базу оставляю так давайте я к базе вернусь замечательно работала как база даже правильно сказать работали как база две вот эти вот однушечки кремовые 1 color тату в шестьдесят пятом оттенки pink gold и от варим и от вариме это oriflame какой тут оттенок ну вот можно увидеть кстати насчет китая вот пожалуйста вам чина очень много и в иван китай везде китае придираться к репликам нет смысла тут у меня хорошенькая дырочка появилась отличные мягкие тени на них прекрасно ложатся все остальные как прибитые держатся весь день можно эту эти тени использовать отдельно они прямо свеженькие классники у них есть сестренка я их использовала один или два раза всего в прошлом месяце оттенок вот такой толковый и давайте вам покажу вот они как замазка вот эти тени мне не очень нравится вот они прямо вроде и брала вместе и по свежести одинаковые но вот эти вот они видите их можно растушевать сделать красивую тень такую сиреневую прямо но они ложатся очень тяжело я думаю что я с ними через какое-то время просто расстанусь но на глазах они смотрелись красиво когда все таки вот с ними поиграешься распределишь они неплохо смотрятся но вот это вот возня как пластилиновая не очень приятно а вот эти вот прямо супер а эти может последний месяц если я не буду ими пользоваться их просто выкину ну и 65 оттенок розовый вот так у меня тут дырочка образовалась до донышка я тут дотянулась я их не буду набирать у меня ногти я не взяла кисть с собой не хочу сейчас ничего ковырять они суше чем в риме может быть уже подсыхать у меня начали ну поэтому я их активно сейчас буду использовать как базу мне очень нравится как на них ложатся все тени так далее оставила я с прошлого месяца и вот эту однушку честно за весь октябрь ни разу не воспользовалась не знаю не могу я почему-то вот использовать такие тени мне все время кажется что я их не смогу нормально растушевать хотя они вот эти неплохо тушуются они похожи вот на эти цветом поэтому я их оставляю в этом месяце буду все таки с ними дружить потому что я к ним не справедливо цвет мне нравится просто какой-то не хочется возиться все хочется побыстрее но буду использовать далее мечта палетка который я просто мечтаю уже пользоваться и тестировать это от в этом вайл так кажется называется она вот этот оттенок очень красивые цвета здесь совсем нет матовых вот такой вот спонж какой-то очень смешно очень и вот такие оттенки когда я заказывал я показывала это просто загляденье очень красивые они подписаны какое куда наносить и они чем хороши что вот этот ряд можно использовать для одного макияжа а этот ряд идет для второго макияжа то есть по сути тут две палетки давайте вам покажу сначала верхний третий оттенок идет с блестками а четвертый красота до ухромный да вот такая красоте так а куда я буду наносить подождите руку сотру так вот сюда мы сейчас с вами нанесем красота то меня не уместилось вот так они смотрятся сейчас этому уберем не знаю как вот вот этот темный будет тушеваться я его использовала когда один раз я делала макияж тоже просто по ресничному краю делала такую тень вот этот который дух ромит он действительно играет навеки с такого кирпичного с оранжевого уходят зеленый если вам вот такой кирпичный цвет не идет или делает заплаканные глаза то может быть вам и не подойдет поэтому цвета красивый но допускается то что он не каждому подойдет немножко вот это вот рыжинка то она специфическая конечно поэтому смотрите сами мне очень понравилось и на мой взгляд очень красиво было на глазах девочки многие просят макияж макияж я не делаю на камеру так и давайте вот эту четверку посмотрим тут уже с блестками идет четвертый оттенок такой красивый такой яркий сочный красивый не терпится мне уже конечно использовать такую красоту они в космос они держат в ящички поэтому меняю косметичку так далее это я все стираю на обеих руках вы думаете все я успокоилась тенями то ничего подобного я сейчас вам еще кучу покажу сегодня долго буду косметику показывать там что я столько всего на откладывала но на самом деле вот например если брать октябрь месяц 30 дней это очень долго а две-три палетки по кругу гонять для меня скучновато многие девочки говорят зачем тебе столько но люблю я когда много когда есть выбор когда вот я перебираю все это ну вот такая я поэтому и много так кисточку туда следующую палетку я взяла вот такой вот бьюти ки в оттенке 07 лера мне дарила тут спонж я не буду уж сильно показывать вот такие интересные цвета необычные у меня в ноябре будет много одежды таких расцветок оттенков поэтому я хочу в макияж добавлять вот эти цвета но как правило мне вот такая одна палетка не работает мне нужно к ним добавлять что-то такое коричневая бежевая но как-то знаете смазывать чтобы не синие глаза были у меня тогда как то не очень смотрится обязательно стрелка коричневая но в общем что-то такое чтобы оттенить глаз чтобы вот эту сниву сделать более темный потому что глаза у меня карри зеленые и поэтому вот темный оттенок нужен обязательно тогда будет красиво и это еще не все и еще я взяла аж пять одну шаг давайте я вам их покажу две новинки и три не новинки от актрис взяла вот такую парочку потому что зеленого вы же сами видели у меня не так много первый оттенок 070 да вот здесь да 070 такой красивый а второй 080 такой я их планирую носить вместе потому что они прямо идеально друг другу подходят и делают очень красивый макияж также любой коричневый оттенок под стрелочку подойдет я чуть позднее буду показывать карандаши и вы увидите и под вот этот светлый зеленый я сейчас еще один покажу оттенок это уже от ardecon тоже подарок вот такая однушечка маленькая у меня есть я ему хочу тоже в этом месяце использовать вот такая она малышка красивая давайте с этой стороны я его нанесу вот так вот он смотрится видите он тоже подходит к этой тройке и очень даже с ними неплохо сочетается поэтому будет он с ними вместе ну и последние две тени от и фраше жануля мне дарила давайте я вам покажу первое вот такое под золото я не знаю есть ли вы фраше сейчас эти оттенки вот такая а вторая под серебро не знаю какое название такая с блестками под серебро я люблю больше с темным карандашом очень красиво смотрится здесь может быть не видно но у меня тут хорошая такая луночка потому что я его люблю так сейчас я уже стираю все вот так покажу вам такие яркие оттенки и мы с вами посмотрим сейчас карандаши и перейдем ко всем помадам надеюсь никто никуда не торопится я могу декоративную косметику смотреть долго долго и даже когда часовое видео заканчивается мне кажется как неужели уже все уже посмотрели так ну и давайте смотреть карандаши у меня их не так много сначала я покажу те карандаши которые я хочу использовать для глаз это один от мэри кэй не знаю есть ли они сейчас вот с таким названием вот такой синий темно-синий я хочу тоже оттенять как раз макияжи с этой голубой палеточкой если не коричневым например то пойдет вот такой вот прямо сочно-синий как темное темное небо и вот такой зеленый от иван хочу использовать карандаш такое название он имеет так его надо подточить кстати точатся они все хорошо они у меня уже не раз точились точилку у меня от мэри кэй и отлично точит она все карандаши вот такой красивый изумрудный прямо цвет буду его использовать так еще один карандаш это уже от катрис смоки айс это мой самый любимый карандаш во всей моей так какой номер то все время забываю 30 кажется не вижу ну ладно не знаю не буду я искать это косметичка а не обзор вот такая красота вообще если бы я где-нибудь встретил не могу я его нигде найти если бы я его еще встретила где-нибудь в других оттенках я бы купила не глядя давайте так поближе покажу вот 30 номер нашла это супер карандаш тут есть еще такая кисточка но я и не пользуюсь и последнее что я выбрала это коричневый от эйвен так где тут название не вижу ну не важно такой коричневый вот он такой темненький я говорила вам что хочу некоторые тоже оттенять вот такой вот у меня наборчик получился карандашей немного специально взяла немного и два карандаша для губ я хочу их использовать один как контур вот этот от эйвен вот такой пинг а второй как помаду вот так вот этот как контур под блески например а вот этот я хочу использовать как помаду номер 70 и вот такое вот название очень красивый как матовая помада смотрится так с удовольствием буду пользоваться все карандаши я стираю и будем смотреть с вами помады взяла я два бочонка один можно использовать и как румяна и как помаду это вот такой шуга блажь от faberlic это называется наливное средство для губ и щек сорок семь пятьдесят один кажется или вот этот всегда я путаю какой тут артикул поэтому я вот давайте вам вот так покажу и вот так надо его активно использовать вот так вот он смотрится равномерно можно разнести по губам на щечки я не люблю такие вещи не очень я люблю кремовые текстуры на щечки а вот как для губ очень красиво так второе средство для губ которое я выбрала это помада которую мы с вами вместе варили на канале вот так есть ролик где мы варим помаду сейчас я принесла тоже кисточку специальную чтобы показать вам цвет что у нас получилось на губах смотрится красиво сварили из двух неносибельных помад для меня неносибельных вот такой кстати видите когда я начинаю набирать она сразу такая более блестящая становится ну и вот такой цвет очень красивый нежный сиреневый прямо вау какой получился цвет довольная как слон единственное я допустила ошибку я варила вот в этой пластиковой баночке этого делать не надо пластик не предназначен чтоб в нем варилось что-то далее давайте покажу три ну даже два блеска которые являются больше не блеском а помадами наверное ну вот в таких вот упаковочках этот простите как я вас лягнула ой 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 ужас какой-то у меня все время из рук все падает извините пожалуйста так это кремовая губная помада вельвет оттенок у нее 0,50 вот так ну и давайте смотреть цвет в этот раз я набирала цвета разные яркая яркая для меня это когда морозец будет и щечки будут румяные тогда вот такая помада для меня будет как раз кстати второй от джейд это подарок от лерочки так вот смотрится это блеск но это блеск который похож больше на помаду вот такой оттенок три пятерочки он такой плотненький тоже ложится вот так но это блеск спокойный красивый хочется плотнее чтобы было видно что он распределяется то хорошо вот такой вот оттенок интересный красивый на губах смотрится конечно красиво на руке сложно блеск нанести красиво и ровно но на губах все замечательно давайте тоже их сюда и третье это лаковая помада от сель последняя прямо новинка вот такой тон малиновый смузи называется это лаковая помада как-то глянец как-то так она называется но вы сейчас увидите что это действительно лаковая помада вот такая она яркая для меня смелая не получается у меня ровно наносить как положим но на губах она все смотрится ровно не как я тут намазала следующая помада следующая помада у меня от люкс визаж в оттенке 41 я ее недавно заказывала на сайте белорис смотрите очередной цвет все помады абсолютно разные в этом месте естественно естественно я не забываю про свой проект project pen там тоже у меня 10 по моему помад они не так часто но все таки используются я их не стала брать в косметичку тоже новинка от faberlic полуматовая помада 40058 артикул вот так она смотрится уже такой совсем спокойный цвет вот такой красивая мне кажется она такая немножко универсальная но есть те кому она не подходит конечно но универсальная в том отношении что например на ютубе в основном я вижу заказы именно этого оттенка поэтому получается универсальная полюбившаяся мне помада NYX правильно NYX кто-то NUX говорит кто-то NYX в 620 оттенке очень красивый тоже такой носибельный оттенок я его уже не первую косметичку беру выбираю вот такой красивый она чем-то вот с этой помадой схожа но она более живая на губах в розовинку и она не матывая а такое увлажнение дает поэтому более живое такое выражение губ следующую помаду которую я взяла это от эссенс да так где тут начало то так и буду крутить ведь вот так наверное так а это вот в эту теперь сторону где цвет то а вот цвет long lasting в 6 оттенке это тоже новенькая помадка она чем-то схожа вот с этой от фаберлик но уже уходит в более коричневый она тоже увлажняющая а это полуматовая поэтому может быть на первый взгляд цвета схожие но нет разные так и последняя помада которую я взяла она полупрозрачная так вот так в 0,8 наверное оттенки be happy тоже от эссенс и вот в этих колпачках они идут полупрозрачные на первый взгляд такой пугающий цвет но на самом деле это буквально вот увлажняющий бальзам для губ видите как бы она страшно не смотрелась пугающий не страшно пугающий прям кровавый такой цвет как вот прямо не знаю сочно такой кровавый и вот такой вот легкий оттенок вот такой вот выбор помад блесков бальзамов у меня в этом месяце вот это я переборщила видите она немножко кажется что подтекает на губах я ее уже носила никуда она за края не вытекает но для нее как раз я и взяла тот карандаш для губ от Raven потому что видите она самая такая немножечко капризная вот эта лаковая помада поэтому ей карандаш в помощь будет сейчас я сотру в Сочи и последний момент это то что идет у меня на глазки тушь какая тушь у меня в использовании но в принципе ничего нового я тут не покажу так это от Artvisage гель для бровей я показала хочу показать еще от Mary Kay это база под тушь она у них одна вот такая интересная щеточка прозрачная база и перед тушью я ее наношу очень понравилась мне вот эта тушь от Faberlic 55 56 с такой мимишкой щеточкой на самом деле вы знаете такая вот толстушка и вот такая крошечная щеточка меня просто настолько впечатлило в то время как например вот эта тушь гораздо худее первые смотрите и посмотрите какую я сейчас эту щетку выну отсюда вот представляете какая колоссальная разница ну реальная разница поэтому прям потешно это все смотрится теперь главное не перепутать так теперь по туши нравятся они мне обе как наносятся вот это идет супер черная 5509 или ультра черная наносится хорошо без проблем а это у нас идет не помню для чего кажется для объема тоже хорошо ложится наносится хорошо ее даже наслаиваешь и без проблем она наслаивается не вредничает совсем это у меня идет 5507 цвет хаки тоже вот такая большая щетка она влажная очень хорошая туши много хотя крашусь я ей уже несколько месяцев эту не знаю показывать или нет тут уже хоть ставки ставь когда она высохнет три года туши она все молодая и красивая так здесь у меня водостойкая от фаберлик 5472 все море она со мной была весь август вот такая у нее интересная щетка и сейчас она ждет когда снега сезон дождей то есть она у меня будет пока не высохнет так всю зиму когда будет необходимо особенно в снегопады и в дожди я буду пользоваться ей ну и от сифора вот такая вот малышка классическая я думаю это щетка хорошо наносится легко носится пушистые делает такие хорошие реснички приятная тушь прямо вот такая и должна быть тушь все показала я вам все в помощницах у меня была мицеллярная вода от гарниер и наверное я с вами буду прощаться вот это то с чем я собираюсь пользоваться в этом месяце надеюсь мне будет очень все всего хватит мне будет очень интересно всем этим пользоваться потому что прямо ручки чешутся на самом деле я так и сголодалась по косметике за лето в жару ее мало использую что сейчас получаю какое-то колоссальное удовольствие от самих макияжей и наверное это и срабатывает когда я что-то себе заказываю многие почему-то очень переживают но девочки это нормально когда канал с обзорами что есть покупки декоративной косметики все лишнее я отдаю раздаю это тоже нормально все на этом я наверное заканчиваю надеюсь со мной было интересно я была может в чем-то полезно в чем-то интересно всем до новых встреч и всем пока